Привет всем любителям пошаговых стратегий! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и смотрите продолжение партии за Авраама Линкольна, американского в Sidmer's Civilization 6, на последнем уровне сложности. В общем-то, знакомимся с лидер пасом, который вот начал выходить, четыре новые лидера, за одного из них играем, против троих остальных, и ещё пачки других ребят. Подробности в первой серии, перейдите к ней по ссылке в описании, в прикреплённом комментарии, я там всё объясняю, есть ещё сейф, чтобы вместе со мной сыграть, ну а спонсоры канала все серии видят сразу, в плейлисте, ссылка на который тоже в прикреплённом комментарии. Спасибо вам большое за поддержку. Выключаюсь и продолжаю готовиться к нападению на Рим. Я, правда, не скажу, что прямо мы скоро нападём, но идём мы к этому. Так, каравеллы мы следующие будем открывать. Собственно, через четыре хода нам надо будет поставить... Ну, в общем-то, наёмников надо будет открыть через четыре хода. Давайте пока морскую традицию может открывать. Или монархию. Давайте монархию, наверное, вот так. Два хода монархию откроем, потом посмотрим, куда идти. Итак, слабое извершение вулкана. Миссионера. Может, блин... Ну, хотя, с другой стороны, сейчас героический век, благодаря которым бегают у нас миссионеры с двумя деньгами. Наверное, надо миссионеры... Я просто подумал, может, нам апостола покупать и укрепить религию до конца, но там ничего такого прям интересного не осталось, чтобы спешить с этим. Так, к конжу присоединяется. Конго Петру построили. Да, кстати, ещё раз посмотрим, какая у нас чудесная Петра тут получается теперь. И овечек обработаем. Теперь ещё и паздуща зашибись. Очень красиво. Ну, в общем, вот эту всю пустыню надо будет отдавать Данвилу. Данвилу. Кайф. Так, в Ричмонде строителя. Ну, я бы продолжал, наверное, строителей. Тут больше ничего пока другого не хочется. Тем более, что карточка пока стоит. Обрабатывать нам тут кучу всего надо. Сюда поехали. Здесь. Понимаете, не можем... Невозможно в тундре ставить фермы. Поэтому я вот не вырубаю ничего из этого. И, апрельте, я могу ещё этим походить. Промышленное производство. Ну, проблема в том, что и в Монгомере, и в Ричмонде у нас уже промышленное производство есть. Поэтому ничего мы тут не сделаем. Так, ну давайте направлю куда-нибудь сюда. Китам, не знаю, может быть, сначала здесь рудник сделаю ещё. Не уверен. Так. Наверное, высадимся. Ртуть обработаем. Да, вот там меня миссионера убило. Я и плыву туда его добить. Вернёмся потом в каравеллу, апнемся. Тут стоим. Ждём чего-то. Ну, я, конечно, уже нападать... Латниками поздновато. Поэтому дождёмся, как минимум, мушкетёров. Так, в Маскат. Маскат, кстати, хороший. Плюс одно удовольствие в городах с центром коммерции. Ничего такая. А что он хочет? Какое у него задание? О, обращение в веру. То, что надо. Ладно, я ещё, наверное, дальше пойду. Для посмотреть, что тут за город. Я на какой-то город должен быть, да? Бамба. Я, наверное, этим с одним зарядом буду плавать, исследовать территорию. Нету смысла им... Так, священное место. А здесь у нас что? А почему я вот не сюда хочу, например, ставить? Потому что там... Ну, вот смотрите, уже пустынная клетка круче для меня, чем... А зачем я тогда тут овец собрал? А, ну теперь мне священное место сюда лучше ставить. Честно говоря, промышленное. Плюс один. Блин, странно немножко. Ну, я, наверное, промышленную тогда здесь буду рядом... Блин, я не ожидал, что я, конечно, Петру построю. У меня теперь... Вот эти пустынные клетки скорее более крутые. Блин, ладно, сюда на лук ставим. Устаревшее чудо света построено. Так, обращение. Ну, тут продолжаем. Маяк, естественно. Здесь тоже маяк. Производство есть. Блин, я же хотел миссионеров. Надо миссионеров покупать. Надо миссионеров покупать. Весь... Весь континент может быть в моей вере. Я это прям чувствую. Чувствую, как иудаизм... Протестантизм, извините, распространяется. Так, дает трех послов в выбранном городе-государстве. Еще игнорируют границы. Знаете что? Найму ради исследования территории. Я пока не знаю, в какой город государство. Потому что, ну, Аютхая и Йоханнесбург и так засоюзены. Маскат было бы интересно засоюзить, наверное. Но я бы пока им просто погулял. Сюда отправим его. У меня уже клеток в Ричмонде обработано больше, чем у меня жителей в нем. Поэтому они тут хреново... Знаете, мы переключимся чисто на рост пока. Еда тут вроде есть. Так, чиним. Мне кажется, все-таки бессмысленно немножко. Рядом, тем более с действующим вулканом, рудник строить. Я лучше вон китов быстрее обработаю. Хотя у нас вон там есть рабочий. А, ну давайте вот здесь тогда лесопилку. Выполнили задание. Ртуть и шелк можем продать. Ну, ртуть продам. Понга. Ртуть и шелк. Мало денег дают вот эти. Я этим не хочу продавать. Ну, Рима, я просто не хочу ничего продавать. Потому что война впереди. Блин, я же сюда же хотел высадиться. Я забыл совершенно. Пойдем за этим. Так. Рабочего, наверное, сюда переброшу. Три хода картография. Наемники нас. Следующим ходом надо будет на наемниках переключиться, чтобы... Не буду пока этот лес трогать. Пойдем китов обрабатывать. Так. Ну, я так понимаю, что мы в пустыне тоже ничего не можем построить. Только вот здесь, если... Давайте так и выкупим... Клеточку. Не, ну это шикарно. Согласитесь-ка. Просто занимаемся исследованием. Ну и тут продолжаем строителей делать. Я все думаю, надо ли мне здесь город ставить. То есть потратить веру на покупку поселенца 185 будет стоить. Подождите, а где у меня Магнус? Блин, а почему я его не назначил вообще? С другой стороны... Ну, давайте... Ну, на самом деле я тут ничего не терял, его не назначив, потому что я поселенцев не покупал. И ничего не вырубаю, потому что у меня тундра сплошная. Дебильная. Ну и, в принципе, у меня есть еще время подумать покупать. Блин, я опять не купил миссионеров. Да что такое? Я отвлекся на поселенца и забыл про миссионеров. Ё-моё. Ноу-гуд. Все ходы, ходы. Пошаговая стратегия. Покупаем сахарок. Не, ну 4. Вход 39. За ресурс роскоши маловато. Так. Больше торговых путей. И, наконец, Нгазаргаму обратили в нашу религию. Так. В принципе, у меня уже все города соединены дорогами. Теперь я бы хотел, наверное, просто на деньги. Блин, а миссионеры не собирают руинку. Жаль. Из данвила в Янсан. Из Монгомер в Янсан. Ну, давайте из столицы все-таки. Так. Куплю, наверное, за деньги. А вот миссионеров... Где они? Стоит 55 и еще одного. Да, слушайте, у нас уже как-то рабочих, мне кажется, многовато. Я думаю, это последнего рабочего мы показываем. Потому что я срежусь. Что-то клетки уже практически все обработаны. Так. Так, тут переключаемся на наемников. Два хода до открытия каравел. И, соответственно, убираем меточку. И, соответственно, возможности обмучить галеры в каравеллы. Да, надо, конечно, как-то отправлять в Конго миссионеров, но там нас... Надо как-то через Корею все-таки это делать. Там нас постоянно перехватывают варвары. Так, могу верфь строить или светилище сначала. Тут верфь маловато будет производство. Давайте, наверное, светилище все-таки. Потому что там гурдвара, которая... Ну, дальше идет гурдвара, который еду дает. Соответственно, город будет расти хотя бы на этом. Так, Остию давайте обращать. Тут пять зарядов есть. Потом Рим. Имею, сам город. Корея после Слабое извержение вулкана. Так, миссионера можем еще купить. И задание Аютхай какое-то выполнили, фиг знает. Какое-то. Так. Здесь у нас холмы. А я вообще... Ну, тут пока далековато до следующего района. Ладно, давайте вот сюда рудник тогда. Че, хотим, реликвию. Другое дело, что я прямо сейчас бы отправлял четвертый коралл. Гильзи, это хорошо. Так, смотрите, и банковское дело еще. дневековые ярмарки, гильдии и банковское дело. А, это, что мы гильдии открыли. То есть, а что там ускорял? Средневековые ярмарки, четыре торговых пути. Это я бы и так ускорил. А вот гильдии, по-моему, два рынка, да? У которых у меня как раз не было. Да, два рынка. Я их даже не строил нигде. Что вот с гильдиями повезло. У меня в какой-нибудь караван, может, мне в рим в караван лучше отправить, чтобы их дорога была... Вот, давайте в остею. На шесть монет меньше, но зато у нас дорога тут, блин, через Айтхаю. Черт. Да эта дорога мне не очень. Блин, давайте из Баффало тогда отправим, чтобы уже точно была та дорога, которая мне нужна. Правда, денег будет меньше, к сожалению. Я знаю, что я тут мог деревья вырубать, но, честно говоря, все равно такая территория, что я лучше бы лесопилки там строил. Наверное, пока тут сделаю лесопилку. Мне кажется, я когда-нибудь буду этот лес вырубать, тоже какой-нибудь район там ставить. Подозрения есть. Так, можем на китах промышленное производство вот этим рабочим сделаем. И лян назначаем в новый Орлеан. Лян в новый Орлеан. Каламбур. Так, Арим еще не под нашей религией? Нет еще. А на том континенте ислам распространяется. Мы будем протестантами, а ребята там исламистами. Лавента. Слушайте, а Лавента, по-моему, на большие головы строит, да? Мне большие головы не особо интересно. А еще кого-то можем повысить. Или взять или повысить лян до аквакультуры. Тут вообще-то еще негде аквакультуру ставить. Ладно, давайте мокшу в данвил будет влиять оттуда на города Конго. Надеюсь, в всяком случае, что будет влиять. Так, слушайте, хватит строителей. Четыре хода до десяти жителей. Построить за четыре хода мы ничего не можем. А где у нас этот храм Василия Блаженного в реформации? Ну вот, пойдем. У нас один, шесть ходов до храма Василия Блаженного в принципе. Блин, а что тут четыре хода? Ну блин, рабочие, мне как-то кажется, уже много рабочих. Ладно, давайте три бушеты. Там как раз два три бушета надо. Казармы, пожалуй. Тут у нас на рукопашные юниты упор. Так, бонус соседства промышленной зоны центра коммерции. Ну-ка, глянем. Промышленные зоны... Нет, это производство во всех городах. Центра коммерции плюс два. Это еще и к производству плюс двадцать. Натур, философия, и строители на два больше. Ну вот строители можно заменить, кстати. Давайте на бонус промышленной зоны. У нас уже две они построены, причем с нормальным соседством. Тут десять, тут двойки, ну то есть тут пять, тут четыре. посольство уже конга открыли. Принимаем. Можно, селитру немножко продать. Куда вот Корея ведет этого поселенца все? умереть, 15 жителей, каравелл, рыбацкая лодка, деньги. Так, давайте на скидку на лошади уберу пока влияние, потому что вот это вот мне все надо. Ну и пока деньги стоят, карточка стоит АПМ Бой тоже. Ушкетеров мы еще не открыли. Блин, так может не ушкетеров открыть? С другой стороны я там строю казарму построю. Так вот оружейная у нас как раз прихода. О! как по таймингу то. Так, из бафала я мустью хочу. Чтобы вот тут видите, вот дорога была. Так, знаете, что? Двух миссионеров хочу купить. Пока на одному только хватает. нас. бы еще найти. Тут вообще будет еще линии наски нарисовать. Вообще мощно будет. цезария августа или позиции он был уже обращен племени посмотрел зря заряд потратил вавилон все-таки у нас в соседях блин и там кстати православие 17 городов а наши в 16 мы у нас все-таки на континенте есть видите но это он недавно основал ну и что и вавилон лидер на по науке до 39 технологий и тут он находится ну не так далеко ладно это еще терпимо так ну тут мы в теократию идем через божественное право киты продать давайте глянем что мы можем купить чай покупаем 9 золота вход маловато я думаю лошади только юлий цезарь хочет покупать три золота это три железа за два золота вход можно продать так и селитра не хочу пока я пойти у нас же вроде не будет требовать не там будут требовать на апгрейд ладно не буду пока продавать будут требовать на апгрейд будут требовать на апгрейд также как я у вас постоянно требую лайки мне ставите комментарии писать потому что все это помогает продвижению видео да я вижу что вы смотрите и вам нравится или не нравится то что вы видите также участку появляются ссылки мои социальные сети и напоминалка подписаться если вы еще не подписались если очень сильно нравится так военный кризис против кореи прошел юлий цезарь хамурапи и конго они все кореи объявили войну между прочим кавалерии ничего из этого не берем не меняю пока об юнитов потому что я надеюсь еще платников апнуть в дальнейшем спонсором канала стать если вам нравится и либо супер спасибо оставить под видео все это поддержка и показывает что вам нравится это смотреть в это тяжелое время и вдохновляет меня продолжать делать видео всем спасибо большое за вашу поддержку так благовония у хамурапи можно кстати с ним хорошее отношение делегацию туда отправлю маловато 10 вход не хочу слишком хорошие бонусы дает дает это счастье чтобы отправлять мы реально уже обрабатывать нечего вы смотрите так я забыл каравеллами поплыть так у нас какой-то варварский дядя так я вообще что нибудь могу еще апнуть да но я жду открытия пороха давайте пока теократия нам надо чтобы за три хода открылась чтобы мы апнули латников мушкетеров не буду убирать пока там эту карточку блин а вот куда рабочих отправлять еще непонятно так чё дает военных юнитов в новом орлеане но морских военных юнитов наверно будет нормально работать а так уже реально нечего обрабатывать рабочий миланов туда пока встану вот просто реально ничего все клетки обработаны еще много клеток тундры так а там далеко пунте инженер на чудеса мне бы очень собор василия блаженного зашел я бы его построил выколол архитектором глазки и зажил бы припеваючи отваливается город боюсь на территорию вавилона лезть потому что тогда там его другие религиозные юниты начнут издеваться над моим миссионером всячески окурки блин вот руинка не собрана и вот руинка не собрана чем занимается римлянин мне непонятно хочется отправить туда какой-нибудь юнит верфь кампус так ну кампус тут на вообще слабенький будет в любом случае промышленная зона тоже не фонтан а чё тут строить священное место бессмысленно тут у нас пустыня ладно время в общем-то правительственной площади придется выкупать эту клетку хотел сэкономить на об апгрейд юнитов так гурдвара давайте минара гурдвара тут построим потому что я хочу сейчас за веру купить караван из монгомери наконец и купить миссионер но мне не хватит на то на другое 180 то 10 до только торговца берем и карточки не меняем правительство остается прежним да ну там хамурапи в сусе хорошо за счет кризиса объявили войну ну короче скорее воюют все кроме меня насколько она то есть и по науке она отстает она находится здесь блин как бы конга вот меня больше волнует даже не вавилона конгу уже потому что вот это 377 культуры это какой-то уже скоро одна десятая туризма победа будет туризму победа мне кажется рим я заберу он еще так хорошо расположен что по лояльности он не будет каким-то вот к ним отваливаться мне так кажется надо осталось только армию под накопить джебель баркал построила конга блин а вон там миссионеры вавилона распространяют еретик ерети еретические измышления стану чтобы зона контроля пандар брюне встретил пускай уже уходишь я боюсь туда исследовать вавилон на самом деле а тут зато будет так ну хоть прим уже под мы подо мной отлично так и рим знает вавилон да нет еще кого-то узнал так оружейное следующим ходом давайте наверное начну книгопечатание не хочу доза вообще терять науки нисколько информация 2 хода тут идут с этим чувачком разбирать надеюсь может там на газаргаму разберется другой стороны в ян-сан 18 до блин ну реально нечего обрабатывать просто зато последняя клетка кажись там уже можно еще выкупать конечно но я хочу деньги поберечь пока опять я проверю что там не будет варваров никаких которые опять убьют мне миссионера и тут на аквакультуру держать что ли тут нечего делать предприятие в данвеле ртуть в новом орлеане киты в мангомере мед и в ричмонде меха в баффало не на что нам поставить спит и предприятие в принципе 5 городов ну надо надо рим забирать тут других вариантов просто нет стоим тут рабочими ждем возможности так но я думаю надо уже вообще можно вот тут еще территорию следовать как-то пооткрывать но нам нужно уже этого миссионера использовать наверно тут просто уже тоже все обращено надо корею и конго обратить кого встретили лохор здесь просто континент без никого что ли мехико ну да лохор а мехико я не первым встретил мехико я встретил не первым ладно рим конечно много денег предлагает но просто не хочу ему помогать с развитием совсем раз мы уже решили что забираем то все авраам линкольн слово сказал слова сделал океанию открыли через а кто ж мехико там нашел так 5 зарядов давайте раскин джо начнем удивлен что с такой территории я столицу уже до 15 вырастил хотя бы он неплохо ой блин мы вышли все таки 3 грей тела мансе 3 2 даже было в нервный тела мансе в моде цивилизации там закончили что-то строить ладно берем теократию в любом так сюда сюда что тут но это довольство немного даст тоже не очень много религиозные религиозных батаре дать мира совместную церковь пока еще вера пускай капает ну давайте мы вообще мало 10 плюс 10 может квартал медины давайте поставим там есть у меня где не хватало жилья так порах один ход открываем здесь наверное дипломатическую службу поехали вверх здесь повышу пожалуй лян на аквакультуру все-таки пойду этим арбалетом спущусь за этими вот руинками попробую сгонять а вот тут вавилон вот этот джоу дагуань вавилон нормально исследует потому что он не миссионер только если объявят войну тогда это он не пропадет а просто в мой город вернется так знаете что вот этим давайте чтобы последний заряд использовать ну зал для приема нет ладно пока коплю деньги соль сутками надо будет для а последующим ходом сколько денег понадобится так я ускорил надеюсь строительную инжи инженерию да вот с одну тактику ускорил двумя три бушетами отлично так ну нам я наверно после пороха все-таки в индустриализацию выйду нам и уголь надо глянуть уничтожьте вак врага при помощи мушкета может у нас получится надо будет объявлять войну риму вот эти ни с кем не в союзе нет просто в войне блин так а на сколько на клеток ездит надо высажусь все таки за одного миссионера так потеряли не хочется еще лучше всего он ускорен а так но наверно стоит все таки миссионеров еще покупать я точно хочу конга и корею обратить а уже в нашей наверное цезария тоже была уже обращенная блин не обратил внимание вообще все города рима похоже кроме вот этого обращены о район могу ну наверно центр коммерции пора уже делать второй так посольство станет желанным украшением мы еще посольство не открыли то с дипломатическая служба на риму сетку смотрим об сколько ну вроде хватает не надо селитру еще купить 5 и 13 18 селитры надо нормально выгодно так пять мушкетов надо как-то расположиться так чтобы можно было три бушетами сразу не получится наверно или получится я уже блин нам будут чтобы сюда встал арбалет римский чтобы мы могли его убить сразу мушкетом ого Смотрите А, блин, это ж Корея Я хотел сказать, смотрите, как классно салон стоит Типа плюс 6 А на самом деле тут пофигу, что горы Как был плюс 4, так и останется Плюс 4, да Аккуратненько отплывать Боюсь, что могут убить Мне уже этого Миссионера Рим Рим может убить Так, тут само обратиться Я думаю, нам вот сюда надо Фига, Конго тут расселяется И под защитой Три бушетов Так, где-то я тут видел Вот она А откуда вот это все вообще Наспамилось Блин, на этом континенте дофига всего Надо вот этим арбалетом сплавать Пособирать Или коника отдельно сделать ТГ Дымского Так, Пафола растет Благодаря Гурдваре О! Султан Саладин Так, надеюсь, это другой континент Да, вот это с другого континента, чувак Хочется встретить одинаковых Как пока у нас все разные цивилизации Невозможно сравнить, как кто развивается Я обману его, что мои войска просто идут мимо Все, надо нападать, наверное Блин, надо было войну сейчас объявить Ничего, нету у Саладина ничего Ладно А продать ему? Так и по одному будем продавать 10 вход Не серьезно Ну, 10 вход, ладно Так, оставим Так, надо войну объявлять Прямо сейчас и выдвигаться требушетами вперед Подождите, давайте-ка мы Скорее Блин, Корея в осаде Я единственный ее дружочек Одно золото в ход Предлагает Ну, ладно Мы примем Yeah Прямые паруса ускорили А, отсюда что А, блин Отсюда невозможно дострельнуть Так А маскат мне тоже войну объявил Так, придется отступить Прибушать не дострелишь, тут холм Ну, посмотрим, как тут Не должны вроде арпин тут сильно меня Напрячь Но ближе мы пока подойти не можем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, поплыли Арбалетом Исследовать руинки Я с радостью приветствую ваших пророков и жрецов Мы многому учимся благодаря их трудам Да Конго любит, когда его города обращают В какую-нибудь религию О, валетта Снизу Так, вот валетту нам надо засоюзить Что-то очень много каравел у Саладина Выглядит подозрительно Гурдвару Гурдвару строят Слушайте, ни одного научного города-государства, кстати Бригад валетта хочет Ну, в общем, надо туда первого посла как-то отправить Ну, пока вот этой армии Рим не особо берется Ой, слушайте Я уже совсем забыл про этого скаута Вот скаута надо на тот континент перебросить Что-то я совсем так Обещание отвезти войска было нарушено Это да С этим не спорю Обманули дурачка на 4 кулачка Так, ну отсюда же оно стреляет Нет, я отсюда не поп... Блин Расположение, конечно, супер дебильное Я не могу три бушетами ничего обстреливать По идее, может он и этим тоже не может меня обстреливать с другой стороны Но то, что я три бушетами не могу, это раздражает Я не понимаю, почему из Ричмонда Или из Баффало Почему я из Баффало могу в Конго отправить караван А из Мангомери нет Что за дебильный прикол Только в Мангу почему-то А каким образом из Баффало мы до... Дотягиваемся почему-то до всех городов А из Мангомери нет Что за прикол Он из Нового Орляна, самые крутые Ладно, давайте из Нового Орляна тогда Ну, из Нового Орляна, например, мне понятно, почему дотягивается А вот почему из Мангомери не дотягивается Мне непонятно Так, там у нас Инженер не появился Ну, в общем, надо бы в Ричмонде Строить все равно собор Василия Блаженного Видимо, на месте Оленей Блин Рабочих надо туда перебросить Ну, подождем один ход Хотя мне тут придется Блин Я забыл, что Хочется оленей все-таки убрать Давайте торговца один ход построим Субтитры сделал DimaTorzok Так, у меня 621 Одна вера Есть Три варианта, в общем-то Купить Апостола и доукреплять ее Сохранить для Того, когда мы засоюзим валетту Либо покупать миссионеров Мне кажется, надо уже укрепить Там может быть лишняя культура Наука Вот это вот все А вот и Саладин Визирь Ну и кто из них лучше развивается Ну, вообще, то, что науки больше Саладина Визиря Это понятно Может, они между собой воевали Как у них вообще отношения между собой Ну, обычные, типа Примем Будем Корею поддерживать Не, ну Геликорнас тут тупо Геликорнас можно, кстати, в Новом Орлеане Попробовать Вот, как раз на месте Только-только в Новом Орлеане Геликорнас Вменяемый А давайте обратим Все исследовал уже этим Парнем О, такое-то Значит, вот обстреливать Три бушеты Значит, военный лагерь может Так Посольство Можем основать И Чертные банки Макеавелизм Это все можно поставить Так Апгрейд юнитов Мне не нужно Уже точно Наверное, содержание Уменьшим Так И здесь Что, у меня только один Пока караван бегает Ну, тогда макеавелизм Только поставим СТА кварталов Медина Потому что мы зал для приемов Построили Это добавляет Жилье У нас минус две еды И все равно минус один Блин И тут мы не можем Больше еды сделать Лошади Давайте Саладину Продадим И железо Нафиг надо Вечмандант Отправлю Так Надо апнуть Каравеллу В эту сторону Поплыву Древние стены Не знаю, стены Здесь мне точно Стены нафиг Не нужны Блин Еще все равно Что-то надо строить В этом городе Ну, дайте шпиона Так, пора уже Пингалу, наверное А, тем более На культуру Которую у нас Очень мало 400 культуры Конго Факт Там Все окей Вообще 11 123 400 Блин Так, тут мы Укрепляем религию У нас есть Культура За каждых Четырех Последователей Наука За каждых Четырех Последователей Вера Я думаю Нам точно Не нужна И деньги Ну, я бы Культуру брал Я не знаю Откуда мне Тут брать Культуру В будущем Смотрите Сравнялось Количество Науки И культуры Так, но Мавзолей В Геликарнасе Только здесь Строится Я бы Попробовал 8 ходов Мы сейчас Убираем Лесопилку И откладываем Производство На один ход Надо больше Миссионеров В Конго Отправлять Отсюда Будем Поближе О, бухта Холонг Красивая Так Мне кажется Надо Все-таки Что-то Отсюда На еду Отправить У нас Баффало Умирает А, вот где Занзибар Тут еще Какой-то Город Значит Не знаю Чем я подхожу Честно говоря Ну Предположим Вот так Отсюда Буду Просто Я не могу Взять Этими Юнитами Я не могу Взять Город Даже Если Не Через Речку Буду Атаковать До Национализма Нам далеко А, дипломатическую службу Мы открыли Давайте Посольство Кстати Отчетные банки Шпионы Ну Видимо Дальше В просвещении Пока Не заканчиваем Блин Десять ходов До конца Ну Шанс На самом деле Выйти в золотой Век Велик Как и Аллах Вот тут Что делать Давайте Наверное Логистику Промышленной зоны Будем читать Уже на Инженера Только этого Мы пропустим Очевидно Да Здесь мы Откладываем Чтобы Гелик Начать Строить Шифт Энтер Атакуют Моих Мушкетеров Но мы Держимся Нет Слушайте Тут даже Требушет Атакуют Ну как мы Держимся Это уже В следующей серии Будет Нет Это мне Неинтересная Сделка Кстати Можно У Конга Германию Встретили Посмотрим Как Германия 22-18 По-моему Германию Кто-то Забирает Судя по всему Что-то Совсем Грустно Ну 22-18 Это сколько Геродов Один У нее Столица Только осталось Вау Причем Он отваливается По лояльности Интересно Это кто-то Забрал А как Мы вообще С немцем То встретились Тогда Спрашивается Не понятно Может у них Военный союз С арабом Нет У них Война С немцем Но почему Тогда мы Немца Видим Так А это Араб Может Захватывать Какие-то Города Майнс Только Майнс Бывший Немецкий Город А второй Араб Случаем Не захватывает Нет Ну Германия Только один Город Пока что Ну ладно Будем разбираться Уже в следующей Серии Тогда Спасибо Что смотрите Не забывайте Лайкосики Комментосики Для Алексосика Извините Извините За детинство Приятно Что смотрите Комментируете Поддерживаете Всячески Продолжение Завтра Спонсоры Канала Могут уже Прямо сейчас Во вкладке Сообщества Поискать Играйте В умные игры Слава Украине Живе Беларусь Всем пока Я Алексей Халецкий Тот кто сделал Это видео Лайк Комментарий Подписка Возможно Супер Спасибо И спонсорство Спасибо За поддержку До следующих Видео